Мы все хотим быть здоровыми. Мы хотим, чтобы были здоровыми наши дети, наши родственники, наши папа и мама, и дедушки, и бабушки. Желательно, чтобы прабабушки тоже были здоровыми и работоспособными. Итак, как добиться долголетия, активности, работоспособности, вот этот вопрос всегда стоит перед нами. С одной стороны очень простой, с другой стороны сложный. Что такое здоровье? Если мы посмотрим на вот эту картинку, мы увидим, что здоровье обеспечивает, прежде всего, здоровый образ жизни. Это полная реализация заложенного в нас генетического потенциала. Это постарались папа с мамой и наши предки. И обязательно наличие, поддержание, сохранение адаптационного потенциала. То есть наши возможности, которые позволяют нас работать с окружающей средой. И отвечать, сохранять здоровье в условиях экологического неблагополучия, физической нагрузки, нагрузки биологической. Это вирусы, это бактерии, которые нас окружают. В принципе, потенциал защиты в нас опять-таки заложены, генетически обусловлены. Но для того, чтобы реализовать весь этот потенциал, нужно эту глубоко эшелонированную оборону поддерживать. Поддерживать, как это, если перейти на военный язык, нужны резервы, которые поступают извне и которые укрепляют нашу оборону. Что такое резервы? Это как раз целый ряд пищевых, биологически активных веществ, макронутриентов, источники энергии. Это известный всем жир, углеводы, белок, который обеспечивает пластические функции, то есть наше самообновление. И целый ряд микронутриентов, которые должны попадать в наш организм в небольших количествах, они и находятся в пище в небольших количествах. Это миллиграммы, микрограммы. Мы должны постоянно поступать. И если они не поступают, наша оборона становится слабой. Мы становимся незащищенными и очень быстро переходим в состояние болезни. Ну а больной человек – это уже низкое качество жизни, снижение работоспособности, ну и ряд серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, избыточная масса тела ожирения. Это целый ряд других заболеваний, которые являются причиной даже смерти. Задача – как, какие принципы, как соблюдать правильный образ здорового жизни, чтобы это сохранить и потенциал, и все наши заложенные природой возможности. Ну, в первую очередь, отказаться от вредных привычек. Это понятно, это курение, это избыточное потребление алкоголя, ну, другие вредные привычки. А больше половины из факторов, обеспечивающих здоровый образ жизни – это питание. Это все хорошо знают, понимают, если даже не знают, то понимают, что хорошее питание и хорошее здоровье – две вещи взаимосвязанные. А что такое хорошее питание, что такое здоровое питание, знают далеко не все. Что я должен есть? А я должен знать законы. Именно законы, которые не дано нарушать никому. Первый закон – это закон соответствия энергетической ценности организма, энерготратам организма. Любое отклонение в ту или иную сторону – потеря здоровья и смерть. С одной стороны, это смерть от недоедания, истощения. С другой стороны, это смерть от заболеваний, для которых фактором риска является ожирение, избыточная масса тела. Нам нужно соблюдать второй закон науки о питании – закон соответствия химического состава рациона нашим физиологическим потребностям в пищевых веществах и биологически активных веществах. Их десятки. И оказывается, что большая часть из них незаменимы, они должны поступать с пищей. Если они не поступают, значит, мы теряем и адаптационный потенциал, и теряем здоровье. А оказывается, это нужны целый ряд биологически активных веществ. Флавоноиды, индолы, изофлавоны, целый ряд микроэлементов. Да мы на них 10 лет вообще назад внимания не обращали. А теперь их доказана важность для нашего сохранения здоровья. А к чему мы пришли? Мы потеряли с вами физическую активность. И потеряли за последние 20 лет очень весомые это потери. Малоподвижный образ жизни. И все население всех развитых стран от этого страдает очень сильно. Почему? Потому что есть нам надо меньше, а пищевая плотность рациона, она не изменилась. Пищевая плотность продуктов, то есть содержание в них полезных веществ не изменилось ни 100, ни 200, может быть и 300, и 400 лет. Такая же. И вот тогда человек был рассчитан на энерготраты на 3500 килокалорий, 3000 килокалорий, а сейчас женщина 1800, 1900, мужчина 2200 килокалорий. И вот мы перестаем перед дилеммой. С одной стороны надо есть меньше, чтобы быть изящным, красивым, востребованным, здоровым. Но с другой стороны надо есть больше, потому что даже при небольшом переедании мы недополучаем вот этих микронутриентов, то есть витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, биологически активных компонентов. Наш рацион в этом плане дефицитен. А это тоже потери здоровья. Что делать? Как выйти из этой страшной ситуации, которая, в общем-то, для всех развитых стран представляется жизненно важной? Самый простой, но и самый эффективный способ, которым надо пользоваться, это по заданию врача современная технология делает биологически активные добавки. Вдумайтесь в слово. Биологически активные – это соединение. Добавка к чему? К рациону. Это не лекарство. Это именно восполняющий тот дефицит нужных жизненно важных веществ, которые нам необходимы ежедневно, и постоянно, и всем. Значит, как это делается? Это делается либо драже, либо это капсула, либо это какой-то напиток, в котором по заданию врача с определенной направленностью на индивидуума конкретно – мужчина, женщина, спортсмен, или это, в общем-то, пожилой человек, это женщина беременная, или это женщина, кормящая маму, потребности другие. Мы знаем эти потребности. И вот там это все сформулировано в виде, как бы, рецепта, заказа со стороны врача, а современная технология, высокая технология, позволяет это сделать, сделать удобное для употребления. Ваша задача – утром за столом, за чашкой чая или кофе проглотить эту единственную таблетку, эту единственную капсулу, и проблема с дефицитом решена. Дефицита микронутриентов у вас нет. Значит, у вас восстановлены, поддерживается адаптационный потенциал, поддерживается необходимый уровень здоровья. Это нужно делать вам и всем членам вашей семьи. Я это делаю ежедневно, и, ну, в общем-то, это достаточно полезно и необходимо. Они могут быть разными. Это может быть, ну, например, мы не едим, хотя это рекомендуют, но это по разным причинам, допустим, жирные сорта рыбы. Мы не едим и не употребляем льняное масло. Ну, значит, нам не достаёт омега-3 жирные кислоты, их жизненно важные для выполнения важнейших функций. Они нужны нам. Где их получить? Ну, этот рыбий жир может быть в капсулах. Безвкусно, удобно, проглотил одну, две, три капсулы, и вот проблема с дефицитом. Не меняя свои привычки, не меняя свои традиции в питании, вы решаете эту проблему. Конечно, надо есть больше овощей и фруктов, мы это знаем, но по той или иной причине не всегда это нам доступно. Значит, нам нужны пищевые волокна. Они могут быть в составе пищевого продукта, они могут быть, эти пищевые волокна, это пектины, это целлюлоза, клетчатка, в составе капсул отдельных специальных видов пищевых добавок, проглотив должное количество, это указано на любой этикетке, мы уже восстанавливаем работу своего кишечника, и делаем ее бесперебойной, и опять-таки, ну, повышаем уровень качества жизни и уровень своего здоровья. То есть, БАДы, если к ним относиться именно как фактором, восполняющим естественный дефицит в рационе жизненно важных веществ, это, безусловно, важнейший элемент нашего питания в 21 веке. Веки низких физических затрат и, в общем, больших соблазнов со стороны гастрономической возможности стола или прилавка магазина. Что бы я еще здесь хотел отметить, что БАДы, как мы их кратко называем, биологически активные добавки, могут нести определенную функциональную направленность. То есть, специально направлено на улучшение функций отдельных органов и систем. Это может быть желудочно-кишечный тракт, это может быть печень, как вот часть желудочно-кишечного тракта. Мы можем эти же биологически активные соединения получать с пищей Продолжение следует... Продолжение следует...